Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Да-да-да-да-да-да Давайте уже быстрее гонку Тут столько всего про эту графику сказано Столько всего Ой, надо трассу выбрать, обалдеть Ну давайте вот эту Что-то грузится А, это загрузка такая Это разные этапы, видимо, одной трассы Нихрена себе тут ралли Ну, не то, чтобы я смотрел ралли, но в детстве я любил по телеку смотреть там всякие Дакары, там, где очень классно соревнуются и Биуан. Это кто такой русский на первом месте? Крутота. Соревнуются и мотоциклы, и машины. Мне казалось так классно. Значит, здесь можно выбрать, видимо, резину. А, это подвеска тут всякая настроена. Короче, для любителей поковыряться в машинах тут есть где полазить. Я ни хрена в этом не понимаю. Поэтому я поеду с автоматической коробкой передачи. Смотрите, у меня торпеда деревянная. Ну, давайте... Ну, что, ребята, покатаемся, ёптать. Что, 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 что? Поворот направо, поворот налево. График стоит на ультре. Но сильно гнать не будем, потому что сильно гнать на этой машине и нельзя. У неё нету такой скорости, чтобы сильно гнать. Почему такая горбатая дорога? Я вижу, что регулярно она как-то в середине... В середине у неё немножко приподнято, как бы, ну... Нет, отсутствует колея какая-то грамотная. Тихо, 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 блядь. Шаха, шаха, шаха. Разбил шаха. Разбил шаха. Ну, можно на дороге появиться. А я не знаю, есть ли здесь другой вид. Я думаю, должен быть. Нет, знаете, походу, нету. А, во. Ну, с таким видом играть лично мне попроще, когда машина видна сзади. Ну, что, можно сказать. Это ралли. Я последний ралли, который прошёл, был Колин Макрейт четвёртого года. Тогда графика была в игре просто, как мне казалось, божественной. Машину можно было разбить, узко уверкать, изуродовать, просто всё. Оторвать у неё колёса, чтобы движок горел. Это всё так круто было. Но мало кто любит ралли, по-моему, на компе, как я понимаю, все любят. Да ну нахуй, а чё она так переворачивается-то? Точно шаха, сука. Чуть что, она сразу... Опа, сальто. Ну, кстати, крыша не помялась. Машина, я так вижу, что... Ну, на переднем бампере появилась немножко какая-то ухмылка такая у машины, но я думаю, она только лучше стала смотреться. Какие ещё есть виды камеры? О, есть вид камеры. Для любителей ехать, чтобы не видеть вообще ни одного элемента машины, вид с капота, бампера с переднего. Я не очень люблю такой вид, на самом деле, потому что мне кажется, что машина становится широкой от края до края монитора, мне кажется. По-моему, самый... А, вот, вот с капота вид. Для тех, как... Ну, видите, да, вот ширина машины, как бы, во весь монитор становится. Жутко неудобно. Вот чуть-чуть дальше руля камера из кабины. Ну и вот самое, наверное, реализм, типа, камеры из кабины. Ну, вот, глазами пилота. Даже зеркало из, смотрите, заднего вида вообще, вообще гарно. На самом деле, офигительный вид. Вот это зеркало разбилось. Я уверен, что когда-нибудь разобьётся и лобовое стекло. Очень-очень, сука, в этих раллийных гонках не погоняешь на высокой скорости, потому что трассы очень сложные. И вот именно, смотрите, именно в сложных трассах, вот играешь в Формулу-1, там всегда есть... Ну, не всегда, но и почти всегда. Ну, или раньше была карта внизу и показывалась... Да ёп твою мать. И показывалась, где ты едешь, куда. А здесь тебе просто сообщают, в какую сторону и какой резкости будет следующий поворот. И это очень сложно. А можно как-нибудь фары включить, потому что уже стемнело? Я ничего не вижу. Я проигрываю минуту уже. Я минуту проигрываю. Нет, с таким видом я не могу ездить. Я не привык. Понятно. Не дать, не дать ей улететь в ёлки, потому что это будет катастрофа. Есть любители, которые играют с ручной коробкой переключения передач. Есть любители, которые играют на руле с педалями. Как-то мы собрались в нашей локальной сети, в компанию, поиграть в лотаут. Гонки технового желания. Вот. И среди нас были люди, всё равно по-разному играющие в эти гонки. Кто-то был на клаве, кто-то на джойстике, но был один человек на руле с педалями. Он никогда не выиграл на руле с педалями. Потому что на руле с педалями играть в гонки, по-моему, самое сложное занятие вообще. Самый сложный способ играть в гонки, то есть это, блядь, руль педалей. Это просто нереально. Я когда у него был в гостях, я попробовал проехаться. Ёпта, я все стены отштукатурил. Это было просто... Просто боль в заднице, на самом деле. Проще всего мне тогда казалось на клаве зажигать. Нажал машину, она повернула сразу руль в упор. Чуть лучше обстояли дела на джойстике. Но сейчас-то я, конечно, на геймпаде играю. Потому что стал любителем откинуться в кресле. Машину таскает просто по этой дороге, как каштанку, господи. Я не знаю, у меня, походу, резина лысая, просто вообще... А, ну дорога грунтовая, да. Нельзя на такое вообще быстро ездить. Это какое-то смертоубийство. Вся машина изнутри утыкана арматурой. А я понял, в чем дело. Дело в том, что в этой машине нету гидроусилителя руля. Это отстойно, когда нету в машине гидрика. У меня друг, вы бы видели, как он в своей двенашке руль поворачивал. Просто, я не знаю, он как-то... Двумя руками хватался за боковую сторону руля и начинал двумя руками тянуть как бы его вниз. Это было просто фантастика. О, еще какая-то очка стоит. Может, можно пересесть, тут это-то покруче будет, что-то, шевролетик. Эй, чувак, давай машины махнемся, да? Я тебе шахатый мне свою... Свой доджик. В общем, хорошая машина, можно дрова возить, все, арбуз торговать, багажник открыли, все. Ужасная тачка, ужасное управление. Я не знаю. Блядь, да еб твою мать. Я не верю, что в эту игру можно... Ну, как назад-то поехать? А, ну, нет заднего хода. Я хер узнаю, где он здесь. Я не верю, что когда-нибудь, если даже 10 лет я буду играть в эту игру, я научусь входить в эти повороты. Это очень ужасно здесь все, на самом деле. В Колин Макрэй ралли я научился гонять просто классно. Но здесь это просто жопа какая-то. А, я еще и не последний. Или, подождите. Биуан, это я, да. Бесполезный это ник, а уан это фамилия. Как Петр Первый, блядь. Шикардос. То есть, я не самый плохой, хотя я ехал просто как... Если за рулем Манда, это... Ну, ладно, не буду обижать женщин, которые водят машины. Они все-таки стараются. Они стараются не краситься за рулем. Хотя один раз я видел просто потрясающее зрелище. Ехала дамочка на БМВ. И на руле у нее перед глазами лежал журнал, блядь. Он ей вообще не мешал. Хуительно вообще. А, самая крутая женщина за рулем в моей жизни это овца, которая за рулем жрала шаверму и чуть меня нахуй не переехала. Это пиздец. Я, честно, когда вижу женщину за рулем, мне страшно переходить дорогу. Я всегда... Вернее, вот она, допустим, поворачивает, да, и ты переходишь дорогу по чехому переходу. Я никогда не смотрю, какой поворотник она включила. Я всегда смотрю, куда она смотрит, блядь. Смотрит она, куда едет или нет. Потому что... Потому что они могут смотреть вообще в другую сторону. Это же женщина. Какая логика, нахрен. Памятный момент был, когда я ходил еще в автошколу, на вождение, ехали с инструктором по городу и выезжает передо мной мадамный на каком-то джипе, X3, по-моему, на дорогу, вот, по которой я еду. Выехала, блядь, и стоит. Боком ко мне и не едет. И ждет. Я подъехал, все, остановился. Ну, то есть, начал сбавлять скорость. Только тогда она начала завершать свой маневр. Я слышу инструктору, говорю, а что она делает? Он говорит, она стоит и смотрит, въебешь ты еще в бочину или нет. А вот этот раз, на самом деле, кстати, уже по кайфове и попроще. А еще бы машина у меня была хоть немножко по кайфове. Надо было мини-пупер брать. Вот мини-пупер, он нормальный, я думаю. В повороте входит, а шахат что-то вообще не едет. Это turn right forward tight. Я даже не пытаюсь войти в занос здесь, потому что здесь нету дрифта. Здесь даже тормоза нету, почему, мне кажется. Как я не понял, как тут назад ехать, так я сейчас... Не, ну тормоз тут есть, но это не ручник. Видимо, разработчик игры решил ударить по реализму, ну потому что, ну на джойстике объективно не так много кнопок, даже случайно уже можно было бы найти. Я, по-моему, все перепробовал. Если только на старт, на кнопку старт здесь не надо, блин, включать ручник. Плюс еще я, почему я только осторожен, потому что машина бьется, и она начинает вести себя хуже и хуже. Поэтому если не вписаться в один поворот внезапно, машина хряснется розанчик об дерево, и дальше можно будет ехать уже на осле. Или добираться до финиша на попутках, как вам уж нравится. Блядь, вот... Ебнулся, можно. Вот чуть-чуть, чуть-чуть на скорости я задел стик. Все, машина начала сама ехать налево теперь. Это значит, что погнулись рулевые тяги. Вот такой я, блядь, знаток. Спидометр в километрах. Я сейчас повернул на 60 километров в час. Вся жизнь перед глазами пролетела. Шаха! Дайте мне вид из кабины. Посмотрим, посмотрим, как... Ой, опа. Стекло подмолодело. Ой, а из кабины, смотрите, страшно, страшно ехать, блядь, на скорости. Какая скорость? 40 километров в час. Ну и как я уже недавно говорил, в комментах я писал, или где-то что в Жигулях... А, в размышлениях, что на Жигулях страшно ехать больше 60. Вот сейчас наглядно видно, что это просто, блядь... Я прям чувствую, что у меня сердце долбосит. Ну, потому что игры-то правдоподобно. Игра вообще классная, но смотрится. Очень редко, по-моему, выходят игры про ралли. Теперь Колин Макрей больше не выпускают, как и... Еще какая-то была серия игр про ралли, тоже именная, но не помню, как они называли. Ричард Бёртон или что-то такое, по-моему, в районе. Ралли. Фуфлыга полная, по-моему, была. Вот. А теперь только Ралли Дёрт выпускает раз в несколько лет. И в этом есть своя романтика. Мне нравятся ралли, игры. Но я, сука, играть их не умею. Очень минус. Мне нравится тем, в первую очередь, что здесь не круговые трассы. То есть ты не ездишь по одним и тем же местам. Едешь по-разному, ну, разные повороты всегда. Невозможно запомнить трассу и лучше свои результаты, играя... Играя только на ней, там, какое-то время. То есть здесь только если будешь играть несколько раз, проезжать одну и ту же трассу целиком, можно ее выучить. Блядь, надеюсь, я... Ну, уже есть и плюс. По-моему, я срубил пару елок. И покупать на Новый год их не придется. Смотрите, как окно заляпано. Я сразу вспомнил, как в дальнобойщиках включались дворники во время дождя. Ой, прикиньте, дальнобойщики будут на такой графике. О, вот это была бы тема. Вот по таким дорогам. Я думаю, что действительно пора уже запилить игру про дальнобойщики. Новую, адекватную, красивую. Пусть даже американские, там, как эти, 18 колес стали или 16 колес стали, как там в сервере назывались. Они и сейчас выходят, эти симуляторы-дальнобойщики, но это такое тупое дерьмо, что охуеть можно. А надо вот именно, чтобы как симулятор, чтобы вот... Потому что, ну, по сути, геймплей-то в дальнобойщиках триперный. Ты там едешь и едешь, все дороги в основном прямые, иногда поворот. Надо сделать так, чтобы там, ну, на первом месте все-таки была графика, чтобы ехать и реально офигевать от этих видов, пейзажей, красот. Если, как бы, игра не может брать геймплеем, она должна брать графику. Вот что я. Вот что я резюмирую. Ну что, пять с половиной минут эта трасса была, и это... Это неплохо, я на шестом месте, я еще котируюсь. А это значит, что я делаю, в принципе, все правильно, что даже компьютер быстро по этой трассе не носится. Хотя на две минуты быстрее, чем я. Итого я проигрываю сколько? Ой, да хера, наверное. А вот сейчас, смотрите, трасса очень, очень... В принципе, по меркам раллийных игр она очень прямая. Вот несколько километров прямой дороги. А можно машину починить? А, вот. Вот ремонт. Вилс. 28 минут ремонта! Да-да-да, была такая тема, на самом деле, в Кулин Макрираль тоже, и это очень классно. Но было бы еще класснее, если бы... Если бы это все было на русском языке, было бы вообще божественно. Супрешен они хотят, чтобы я амортизацию починил побольше. Нахера не нужна я и так нормально. 5, 4, 3, 2, 1, поехали! 4 на крест-лайн, на 100. Блин, классный вид из кабины все-таки. Очень-очень-очень классно смотрится. Вот ничего не сказать, вот классно прям вообще. И то, что управлять машиной очень сложно, это даже плюс. Я доволен. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Главное, это что? Главное не победа и не участие, а главное получать удовольствие от процесса. Значит, я думаю. Тем более, в этой игре я вижу хорошую погоду, хоть где-то она хорошая. Ой, я представляю, как здесь будет с видом из кабины ехать в грязь и в дождь по засранной дороге. Вот трамплинчик. Странно, что на торпеде не висят иконки. Неужели у них там не принято на западе вешать иконки? В принципе, зачем? У них там есть там эти подушки безопасности, зачем? А почему на зеркале не болтаются какие-нибудь кубики? Почему елочка вонючая не болтается? Какого хрена? Неужели не нужно освежить воздух? Потрясающих, блядь. Вот почему-то у меня всё время жигули ассоциируются с вот этими тошнотворными ёлочками, которые висят на зеркалах. И пытаются перебить этой вонью запах бензина, блядь, которым прёт из этих жигулей. Ну, это хорошо, пока ещё машина медленная. Потом ты, когда последнюю тачку какую-нибудь возьмёшь, будешь летать, как на Феррари, здесь управлять станет, наверное, совсем сложно. Вот эта трасса, кстати, полегче. Вот с этой должна была игра начинаться. Почему-то здесь весь пейзаж на трассах пока что состоит из ёлок. Ну, видимо, этапы одной из стран каких-то. Средние полосы, ну, блядь, реально, как будто я за грибами куда-то еду, а не в гонке и участвую. Смотрите, один сосняк, блядь. Один хвойный лес кругом. Я буду с удовольствием, чтобы в какой-нибудь пустыне проехался. Там хоть вылетишь с трассы, в песок попадёшь, а здесь вылетишь с трассы и пиздоферсом сразу. Будет полная жопа сосновых шишек. Левый лес, полосы, 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 полосы. Трассы, полосы, 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 полосы. Как-то у меня нет времени разглядывать какие-то там повороты мне говоришь. Поэтому, если ещё введут озвучку этого помощника-пилота, тоже на русском языке, будет тоже очень потрясающе, на самом деле. Правым стиком можно голову поворачивать. Лево-правый, немножко даже выше-ниже. Что у него там написано? Давайте посчитаем. Чё-то начиркал там все формулы каких-то. Знаете, кем бы я никогда не хотел быть? Я бы не хотел быть штурманом в автомобиле ралли, потому что это, я думаю, до усрачки страшно, когда машина летит по такой дороге, а ты даже смотришь не на дорогу, а в эту тетрадку, блядь. Не знаю, по-моему, это ужасно. И от тебя ещё ничего, в принципе, не зависит. Но, по большому счёту, управляешься процессом не ты, ты только даёшь рекомендации, мать твою. Нормально развернула. Интересно было бы сейчас со стороны посмотреть, как так тачку крутануло на месте практически. Шаха, блядь, куда-то. Я проигрываю на каждом отрезке. Если умру, считайте меня коммунистом. Где я? Отлично. А, ещё 15 секунд штрафа мне накинули. Спасибо. И продолжайте снизу креста. Спасибо, пожалуйста. Печалит, печалит меня мой результат. Снизу 3 long. 60. Крест-жап, может быть. И умерли мы молодыми. Вот так вот. Пытаешься, пытаешься побыстрее проехать, а потом херак. На самом деле, я хотел бы другую страну посмотреть с дождиком. И на другой машине я хотел бы тоже поездить. Потому что это ужасное. О! Но здесь не грязь, к сожалению. И дождя тоже нету. Но уже хотя бы по асфальту-то можно поездить. Идрит, мадрид. Ваши погрунтовки, блядь, на этих жигулях, это вообще убийство. На самое настоящее. Кстати, самые, наверное, неадекватные гонки, которые я видел за всю историю. По-моему, были они... Нет, на компе, по-моему, были. Попытались реализовать Camel Trophy, типа гонки по проходимости. Ну, типа Spin Tears или Spin Tires, как там его называют. Ну, вот. А тогда еще технологии-то были просто яманалы. И в итоге берешь джип, блядь, и несешься по трассе, нахер. По всяким бревнам, по камням он все равно идеально едет. Так, давайте попробуем что-нибудь выиграть. Кстати, вот этот вид, вид из кабины считается самым сложным, насколько я помню. Даже, как я знаю, потому что в Колин Макрэй ралли на последней сложности вид, вид разрешали включать только вот этот. Никакого другого, только такой из кабины. Вот это я понимаю, это уже поинтереснее. 130, это скорость рекомендуемая или что? А сколько я еду? Где спид-эмутер? Какие 130-то, что это? Машина, блядь, 130 никогда не разгонится. Да, когда я нажимаю тормоз, у меня просто управление машиной пропадает, на самом деле. Невозможно дрифтовать здесь. Я думаю, здесь дрифта нету в принципе, потому что в ралли дрифтить не принято, наверное, я не знаю. Дрифтанул, жопой елку снес, и до свидания приехал. Нашли где припарковать свои корыта, вы совсем охренели? А как на клаксон понажимать? На самом деле у него руль такой жесткий, посмотрите там, блядь, железный просто. Не то, что подушки безопасности нету, он просто... Это руль убийца, блядь, спортивный. Нахер надо. Хотя я думаю, что раллийные машины продуманы, и они в принципе самые безопасные, какие только бывают. Усиленный каркас, плюс водятел там мотанный, примотанный весь. Тихо-тихо-тихо-тихо. На самом деле здесь лучше не тормозить, а газ отпускать. Вот что я понял. А вот здесь тормознуть? Нет, вот нахуй не надо. Ты вот когда тормозишь, блядь, она вообще не... Такое ощущение, что она тормозит передними колесами, сука. Только передними. Вместо того, чтобы входить в поворот с тормозом... А, может быть здесь реализован привод, может это, да. Может у неё, сука, задний. Дрифтовать-то может только передний приводный, да? Блядь, я надеюсь, сука, ты... Ну какого хера они здесь стоят? Ну кто, кто, кто эти люди, которые поставили здесь машину? Они хорошо оставили машину и куда пошли? Где они, блядь, что они тут делают? Посмотрите, тут слева скалы, справа лес, блядь, и обрыв. Стоят машины, блядь, какого хуя они тут делают? Зачем-то на руле у него отсечка, как у ученика в автошколе. Когда учат руль крутить на полтора оборота. Или как там? Ну то есть, чтобы гидроусилитель ученики не ломали, инструктор изолентой наматывает сверху на руле. Ну и как, как, как задний ход-то включить, ёб твою мать. Хуя узнает вообще, есть он, блядь. Я не знаю, блядь, что тут за магия управления. Если вы в курсе, напишите, как ехать задом в этой игре. Блядь, это... Может, надо назад, назад смотреть? Так я в зеркало смотрел. Ну пока, пока, блядь, тупил, короче. Потерял все шансы, я думаю, на победу. Даже призрачные какие были. Интересно, приборная доска, конечно, там даже масло что-то пытаются показывать. Левые три, не сгибая, не сгибая. Для закончения. Это не финиш был, ёб твою мать. Вот он финиш. 43 секунды всего проиграл. А на грунтовке на первой трассе, напоминаю, я проиграл сразу 2,5 минуты. Мустанин какой-то. Опять финны побеждают. Финские гаранчики, парни. Внезапно научились ездить на машине на 3 минуты. А, думаю, что сейчас еще одну трассочку, и можно первый взгляд заканчивать. Игра мне нравится. Хорошая графика, отличный вид из кабины. Интересно играть, интересно ездить здесь. Я вообще, в принципе, неплохо отношусь к гонкам. Возможно, это играет свою роль, но... 1, 2, 1, 2, 1. Просто дело в том, что... Ролейные гонки, как я уже говорил, выходят не часто, и они... Они имеют свою романтику, поэтому если вы... Любитель, любитель таких сложных... Сложных гонок, вам игра понравится. А если введут русский язык хоть какой-нибудь, то на ближайшем распродаже я ее даже куплю. Сейчас смотрю, сколько скину. Эту трассу, пожалуй, с таким видом проеду Мне кажется, я сразу выиграю И что реально Это то, что нет музыки в этой игре Потому что там Пилот едет штурмана слушать То есть обычно там в игре И в гонках всегда есть какой-то музон зажигательный А здесь нет никакого Но в то же время вы можете включить ВКонтакте Свернуть игру, включить свою музыку ВКонтакте И ездить под нее Это никто вам не запрещает Не мешает Вот я не понимаю, 100 чего? 100 скорость, что ли? Да, скорость, наверное, не имеет визу А 3-е-то что, блядь? Передача? Это что? Это надо знать Надо знать, о чем говорит штурман А я ни хрена не понимаю Он иногда указывает скорость, рекомендуемую Иногда нет Но тогда лучше бы скорость показывали где-нибудь интерактивно Посредине экрана Потому что Ползать глазами по монитору Переключая свое внимание с дороги, блядь, на спидометр Можно нахрен вылететь, блядь, с какого-нибудь поворота Как я сейчас Потому что Визуально после игры в дистанц Тут очень сложно Прикинуть скорость на глаз Всего 14 секунд проиграл Странно, на карте дорога была вся из поворотов А на деле она какая-то вся прямая Я не знаю, как ездить на этом куске дерьма Я жму, блядь, на тормоз Машина летит дальше Гололед, наверное, типа В этом, наверное, дело, да? Да и пошла ты в жопу Какая страна будет следующая? Если ты разбиваешь машину Ты, я думаю, пропускаешь этап, да? Вот Вот она степная трава Но опять грунтовая дорога Ну давайте здесь Вот здесь вот последнюю Сейчас разобьюсь и всё Сейчас вот прям Прям буду гнать прям Пытаться Пытаться буду победить Нахрен эту осторожность Посмотрим чисто как можно на реакции ездить Надо привыкнуть к отзывчивости машины На команды управления Потому что В раллийных гонках Это вам не тфоспит, блин Тут, сука, всё как-то Немножко Немножко деревянно Папский, вид мне, пожалуйста И да, если будете играть Берите мини-пупер По-моему, мини-пупер Хоть и дешевле, но получше Потому что Ну, эта машина Я базарю Она ужасна Не зря Не зря эта марка вымерла Сука, вот на картинках Эта дорога была такая красивая Приятная и прямая А на деле я еду И вижу, что такое-то Горный серпантин на самом деле Да-да, ворота, блядь Молодцы, что вы здесь их поставили Чёртовы крестьяне Какая-то степная трава Но растут тут по-прежнему Только ёлки В смысле Страна Искала трава Блин, походу дождя Я тут не дождусь Чё это было? Колесо пробило, что ли? По-моему, да Смотрите, заднее колесо Вот то, о чём я говорил Один неосторожный тюк об дерево И всё, оставшуюся трассу Ты будешь мучиться Поэтому я, пожалуй, закончу самоубийством Прощай, жестокий мир Ой, нормально Можно ездить Смотри, сейчас я срежу, короче Сука Не обмануй систему, ну В общем, я думаю, что на этом можно заканчивать Что-нибудь жмите Что-нибудь пишите Игра огонь, конечно Но для любителей Для любителей жанра Ралли, конечно же А тем, кто любит просто гонять на скорости Вот, им, думаю, не понравится Но, по-моему, игра классная И графика вполне себе И трассы интересные И, в принципе, всё Если В принципе, если вы любите играть атмосферно Здесь атмосферно можно покататься Ну, посмотрите, какая Я аж прям, блядь, почувствовал Как лесом пахнет Вот, реально здесь Поэтому, если ехать медленно Не торопиться Прицелиться Закончить сезон Хотя бы в десятке Только так От этой игры Можно получать удовольствие Да Тяжело Так, всё-таки Как назад ехать? А, вот Надо две кнопки зажимать ЛТ и ЛБ Хорошо Хоть это узнал Кстати, тоже довольно интересный вид Без руля Без этого мятешащего Ну, я на трёх колёсах В принципе, еду-то неплохо Сто километров, блин Камикадзе Интересно, а людей можно передавить? Ну и чё вы тут, блядь, понавязали? Куда ехать-то? Единственное, что на большом мониторе Неудобно играть в эту игру Потому что Как-то очень, блядь, неудобно Смотреть на указатели И на скорость Одновременно У вас просто глаза В один прекрасный момент Могут послать друг друга нахуй И смотреть Потом всю жизнь В разные стороны Потому что, ну, блядь Как-то Вот с этим видом, по-моему Более-менее удобно Смотреть на указатели И на дорогу И на дорогу Шикарно Может остановимся Грибов соберём Всё равно ничего не выиграли Да, и как только задел стенку Всё Игра не играет Игра такого не прощает Упс И ещё 14 секунд сверху Да, то есть Каждый вылет с трассы Карается практически анально Ладно, в общем Хорошо, это понятно Я ещё, пожалуй, покатаюсь Но записывать Это смысла нет Я думаю, что всё поняли Так что Что-нибудь жмите Что-нибудь пишите Адьё, Амигас И, да Играйте в дёрт По-моему, это круто Ну и, собственно Раз вы уж увидите Эту картинку Это значит Что вы досмотрели Серию до конца А это значит Что самое время Для видеоурока О том, как добавить Мой канал В белый лист В расширении От блок Нужно правой кнопкой Кликнуть по его значку В вашем браузере Поставить галочку Напротив Вот этого пункта Затем Зайти на мой канал Или на любое видео Нажать на этот раз Левой кнопкой мыши По значку этого расширения И выбрать Вот этот пункт Не надо думать Что реклама Это что-то ужасное Что помешает Вашему просмотру Выскакивает она От силы Раза 3 или 4 За всю серию В основном В виде маленького Незаметного окошка Внизу экрана Которое можно К тому же и закрыть А если и не закрывать То через какое-то время Окно само побледнеет Просмотр и клики По рекламе Помогают каналу Развиваться И все такое прочее Поэтому Если вы неравнодушны К чьему-то творчеству На ютубе Добавляйте его канал В белый лист Не будьте жопами В то же время Не стоит отключать Это расширение совсем Чтобы хуесосы Которые занимаются Перезаливкой Чужого творчества На свой канал Не получали с этого Вообще ни хуя На этом все Спасибо Амигос Я вас верю Спасибо за просмотр!